Третья удивительная штука про доверие. Значит, нужно сказать, что есть доверие в интернете, есть доверие интернету, да? Вот доверие интернету как источник информации, это такая очень загадочная история для меня, потому что уже сегодня мы видим, что нет никакого общего интернета как средства получения информации. Вот перед вами данные Фонда общественной имени 2015 год. Сверху это телевидение, какой информации вы доверяете больше всего. Дальше, вот эта вот фиолетовая растущая веточка, это новостные сайты в интернете. А красная, это, значит, форумы и блоги. Синяя, это разговоры с друзьями и родственниками, видите, она идет вниз. А, значит, печатная пресса, это вот, вот эта вот тоже идет вниз. А радиостопедная низкая просто. Вот, вас ничего не смущает в этом графике? Расскажите, что вас смущает? Почему телевидение имеет такой высокий уровень доверия, в отличие от других своих? Это анонимационное восприятие того, что как у бабушки и дедушки, как можно и доверять телеканалу «Глажный два». Ну, смотрите, как человек, меня тоже смущает, вот я видел эту историю, но я не могу попробовать и посмотреть на нее с точки зрения того, как вот ваша медиа жизнь устроена. А вы телевизор смотрите? Во всех регионах у них не то, что интернет, у них кроме трех каналов ничего нет. Поэтому у них выбора особо нет, доверять, не доверять им. Приходит просто работать, включать и из рассмотров новости. Ну, надо сказать, что все-таки промыкновение довольно большое мобильного интернета. На самом деле, больше даже в 16-е это совсем вверх пошло, но в 16-е это уже было нормально. То есть люди в интернете вообще часто проводили время. Мы просто не всегда понимаем, что они в интернете находятся. Вот, но вот с этой точки зрения вас ничего не смущает? Подумайте о вашей... Почему не меньше доверяют друзьям? Все, что у вас прошло здесь, и больше интернетом. У меня есть версия по этому поводу, потому что вопрос так устроен, очень специфически. Я потом отвечу на вопрос про друзей. Свою гипотезу расскажу, я просто хочу вашу версию еще услышать. Ну, я предположу, что подводит нас к смысле о том, что даже традиционные милия, представленные в интернете, пользуются больше популярностью, чем формы, блоги и социальные сети, хотя мы пользуемся ими больше, чем находим на собственных сетях. Да, это в ту сторону. Я не то, что подвожу вас к мысли, я вас наталкиваю на рефлексию по поводу того, чем вы тоже пользуетесь. Действительно, интересно. А это соответствует вашему личному опыту, что традиционные милии больше вызывают у вас доверие в интернете, чем информация в социальных сетях. Да. А может быть вопрос в качестве контента? Потому что если брать блоги, например, и вот эти, ну, такие буты, где мы можем там учеркнуть информацию, а здесь готов продукт, специалисты, огромные деньги. И, естественно, человек что делает? Ему не надо напрягаться. Ну, что-то не забейте там искать. Значит, поэтому телевидение в информационной среде в интернете становится ракурсом на икон, что ли так, да? Ну, нет, скорее, то, почему телевизор не становится. Я здесь склонна согласиться с Павлом, что, ну, просто, да, действительно, страна большая, люди пользуются телевизором давно. Ну, вот, давайте сейчас поговорим про то, что здесь исправление ситуации, потому что, мне кажется, такая центральная тема. А вот сейчас, секунду, позволь я, Грика, да. У меня вопрос. А доверие вы можете хоть чего-нибудь сказать про определение доверия? Ну, потому что это же не совсем философский тип, что-то такое, там, знание, это, там, престивание, или, 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 или... Нет, ну, может, что-то так, да. Ну, давайте мы потом... О чем мы? Обязательно... Потому что я чувствую, что здесь ближайше всего к известности, да, то есть и к важности. То есть слова недоверия, ну, важнее это слово важность, то есть, как общественное. Я думаю, что я бы здесь сказала... Где вы можете увидеть более важную информацию? Нет, я бы сказала, что здесь доверие, в таком более общепринятом смысле, не философское бы совсем определение, но основание выстраивать свою картину мира, исходя из чего бы то ни было. Да, дальше мы с ним продлеваем, то у нас получается программатизм, программатизм придет в действие, как вы говорили, да? Да. Ну, так же у нас есть разные уровни доверия, начиная от того, что вы просто тратите на это время, и заканчиваете, там, не знаю, деньгами, или, там, вкладыванием своего времени серьезного. Да, то есть, какой стратегический выбор в жизни? Слушайте, да, 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 это прям хороший вопрос, и давайте в конце поговорим про это поподробнее. Просто сейчас мне хочется вернуться немножко к этому графику и поговорить больше про медиа, да? В данном случае я предлагаю говорить мне не столько о важности, сколько о такой правдивости и возможности того, что увидев это, вы пойдете, будете там что-то дальше думать, а увидев это, вы скажете, да ну, фигня какая-то, ладно. Вот здесь какое-то развлечение, мне кажется, на которое мы можем сейчас остановиться, а дальше уже более глубоко поговорить. Так, а еще вот кто-то, вот хотел сказать. Парни, у нас насколько снижается доверие к знакомым, родственникам, друзьям? Так, существенно, или там какие-то маленькие? Не очень. Ну, то есть, на самом деле, так, мне сказать, что это прямо тенденция. К сожалению, я не видела тех же данных дальше. Есть, по-моему, в целом данные, но они уже по-другому построены, сложно сравнивать. А вот... А доверие к блогерам на этой картинке представлено? Форумы, блоги, сайты, сайты? Вот, непонятно, да. Ну, они, собственно, можно как-то разделять их. Вот-вот-вот-вот. В 13-м году, в 11-м, мне кажется, еще не думали, что это настолько разное. И все социальные медиа спихивали форумы. Туда и форумы, и блоги, и сайты, и сайты. У нас в целом куда ведете? К доверию к обезличенному, к коррективному бессознательному, как к блокчейн, присяжной от сегментации. Это как раз разделение. Это важный момент, чтобы, ну, когда человек привык на руках, он трясутся, а здесь, то, что это как раз продолжение. Это важный момент. Аудитория должна как-то разделять блоги, социальные сети и другие ресурсы. Мне кажется, что в этом вопросе подвох примерно в этом. Хотя то, что вы говорите про телевидение, например, это тоже очень большой ваш вопрос. Вот вас еще говорили. Или вопрос. Важно-вот-вот делал как раз-таки со самым социальным институтом телевидения и в виде ресурсов, как они существуют, и, скажем так, и государством. Важно-вот-вот делается, что это чем-то структурировано. Это как-то законно, законно, то есть в этом направлении. В отличие от тех же блоков и аккаунтов музеи, которые могут говорить что угодно, и это, в общем, образом не будет документировано. То есть фактически свобода слова не в ту сторону ведет доверие. Смотрите, вот... Да. Можно я... Подождите, пожалуйста. Обжидение, можно потом. На самом деле, продолжаю твое замечание первого. Динтрейшн, да? Отличный график, который... А почему он не отормировал? Ну, смотри, все остальное, кроме вот этих двух линий, прям этот красный, да? Оно как бы, ну, существует в реальном мире, что ли, да? Ну, то есть мы имеем пачку из трех линий, которые идут горизонтально, и те линии наверху, которые идут более-менее горизонтально. Ну, то есть это история про то, что у тебя, собственно говоря, традиционные медиа. Как они есть в мире, так они и есть. Примерно, ну, в этом смысле, да, мы уже, например, это последний. Но, значит, эти две линии, с моей точки зрения, они на этом графике показывают включительно рост-минтекшн, да? Словно говоря, у тебя сначала, там, я знаю, население, может, penetration был, там, 30%, да? Ну, окей, а не 30, уже там, если я не знаю, сколько, да? Вот. Значит, соответственно, как бы, ну, какая-то, может быть, даже стабильная часть penetration доверяет и, словно говоря, информация, которая находится в широком смысле в интернете. Это хорошее замечание, такое глубоко методологическое и мудрое. Я думаю, что даже можно покопаться в фомовских данных и найти, есть ли у них какая-то поправка дальше на тех, у кого проникновение интернета, где больше, где меньше. Ну, вот, смотрите, я попробую сейчас перевернуть картинку немножко, потому что даже интересно, что мы с вами уже начали какой-то разговор в интернете обо всем этом. Вы пользователи интернета, все, я так понимаю, да? И мы все, в общем, с этим сталкиваемся, и тем не менее мы видим на этой картинке интернет и телевидение. Это совершенно парадоксальная штука, потому что, ну, вот, я это хорошо поняла на своих респондентах, которые ввели медиадневники. Они рассказывали, что они за день, значит, в дневничок ввели такой, вот, что я посмотрела, что я увидела, где, какой контент и так далее. И вот там было очень интересно, что один из моих респондентов, я долго искала такого человека среди студентов, высшая школа экономики, другой была, поэтому там было сложно найти человеку, который будет смотреть, значит, такие патриотические передачи на первом канале, но он их смотрел в интернете, естественно, потому что он жил в общежитии, телевизора там не было, и, в общем, он смотрел первый канал в интернете. И вообще люди все больше сейчас переходят к тому, что, неважно в интернете или не в интернете, вопрос в том, какой тип контента вы потребляете. Особенно, конечно, интересно, что мы сходу не видим разницы. Вот, например, вот есть контент в социальных сетях, а весь статья в журнале. Скорее всего, кто из вас часто открывает отдельные сайты? Ну, прям, день начинается, а уста читает отдельный сайт какой-то. Не агрегатор, не ленту в Фейсбуке или ВКонтакте, а вот сайт отдельный. Переймите, пожалуйста, руки. Одна, спасибо, вторая, третья, четвертая, пятая. И все остальные начинают с просмотра социальных сетей. Вы всегда отличаете, какой контент вы почитаете в социальных сетях, а какой в изданиях. Наверное, нет. Действительно, мы часто путаем эти вещи, это вполне закономерно. Для этого вся машинерия работает, в общем-то. И машинерия медиа, которая старается все ближе подходить к социальным сетям, все плотнее распространяться через социальные сети. Значит, сотни тысяч сотрудников редакции в должности СМН, менеджеров набирают все большее значение. Сегодня многие издания уже больше ориентируются на контент, который дают через сети, чем на контент, который они у себя на сайтах будут поставлять. Вот это что согласно реклассификации? Допустим, статья, который материал, кусочек интервью, который не выложили на сайте, но выложили, например, в социальные сети. Это же форумы, блоги, социальные сети, или это все-таки медиа? А если это сделал Первый канал? А если это сделал Газета Ру? Великая разница. На самом деле, вот сейчас происходит прямо на наших глазах переконфигурация. Когда мы перестаем говорить, что вот есть там где-то блогеры, они блоги пишут. Есть здесь вот СМИ, они делают средства массовой информации. А есть мнение, спасибо за вопрос, про друзей и знакомых. Значит, у ВПИУ интернет-ресерч, одного из крупнейших исследовательских фабрик в мире, в основном они делают по Америке исследованиям. Я не стала его приводить, потому что мы бы сейчас ушли с вами в дискуссию о том, почему Россия не Америка. Там у них очень интересная история. Значит, люди все больше со временем, все меньше доверяют СМИ вообще, и все больше доверяют своим друзьям и знакомым. Но где они их видят, это большой вопрос. Потому что ведь они же не в оффлайне, с ним чай пьют только лишь. Зачастую речь тут о доверии людям и знакомым, также в интернете, также в тех же социальных сетях, но, например, в личных сообщениях. Или человек под замком что-то выложил. То есть он как бы не Урбиа Торбе это рассказал, а вот конкретному человеку показал фактически, или группе друзей. То есть там секретные группы, чаты для групп друзей. Вот мы же были бы сказать точно, это общение наше с человеком личное или опоследованное социальными сетями. Ну, до конца не можем. Более того, поскольку сейчас какая-то часть контента уходит в мессенджеры, нам еще сложнее привести это различие, границы, да, потому что есть у СМИ аккаунты в мессенджерах, есть уже даже, боже мой, боты. Я надеюсь, что в каком-то году появится вопрос доверять любым ботам, роботам. На самом деле, это хорошо, чтобы появился, потому что мы понимаем, что алгоритмы принимают большое участие в том, как все это формируется. Продолжение следует...